Уважаемый шейх, есть один наш знакомый, который постоянно совершает один большой грех. И он сейчас в отчаянии, постоянно сидит дома, не выходит на люди и... То есть он ощущает безнадежность и говорит, я стесняюсь и боюсь Аллаха, мне стыдно постоянно каяться перед ним. Он думает, что Аллах его не простит. Его отчуждение дошло до крайности, так что у него пропал аппетит, и бывает он может месяцами не появляться на люди. Каково ваше наставление подобным людям? Ваал Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, его семье и всем сподвижникам. Затем мы скажем этому брату так. Знай, что твое отчаяние в милости Аллаха более опасно, нежели тот грех, который ты совершаешь. Отчаяние в милости Аллаха один из величайших грехов. Поэтому я велю тебе и советую, чтобы ты покаялся прежде в этом своем отчаянии. Всевышний Аллах говорит, скажи, о мои рабы, которые приступили границы в отношении самих себя, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Всевышний Аллах прощает все грехи. Воистину Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает, кому пожелает менее тяжкие грехи. Милосердие Аллаха объемлет все, даже если грехи дойдут до небесных пределов и заполнят собой всю землю, а потом ты попросишь у Аллаха прощения и покаешься перед Ним. Всевышний Аллах непременно ответит тебе, приняв твое покаяние и простив тебе грехи. Это отчаяние и такое мнение брата об Аллахе внушено ему шайтана. «Не дай шайтану подступиться к тебе и обмануть тебя такими сомнениями и порочными мыслями». В Сахихах Аль-Бухари и Муслима приводится, «Некий раб совершает грех, а потом говорит, Господи, я согрешил». И Господь говорит, «Мой раб знает, что у него есть Господь, который простит его, и я уже простил его». Раб этот снова возвращается к своему греху и снова говорит, «Господи, я снова согрешил». И Господь говорит, «Мой раб знает, что у него есть Господь, который простит его, и я уже простил его». Раб снова совершает грех и снова говорит, «Господи, я снова согрешил, прости же меня». И Господь снова говорит, «Мой раб знает, что у него есть Господь, который простит его, и я уже простил его». Так пусть же мой раб делает, что пожелает. Если всякий раз, как согрешишь, ты будешь искренне каяться перед Аллахом, то радуйся. Радуйся тому, что милосердие Аллаха близко к тебе, и тому, что Аллах непременно примет твое покаяние. И не позволь шайтану прокрасться к тебе с такими плохими мыслями, потому что дьявол желает, чтобы ты так и умер, не покаявшись. Поэтому я советую тебе постоянно каяться перед Аллахом. Наш пророк, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, за один присест просил прощения у Аллаха и каялся перед ним более ста раз. И это Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. Слова «О Аллах, прости меня и прими мое покаяние, воистину ты прощающий и принимающий покаяние», за одно собрание он произносил сто раз. Это наш пророк, салаллаху алейхи вассалям. Поэтому мы должны всякий раз, как оступимся и свершим грех, обязательно и незамедлительно просить прощения и каяться. Раб погибает, если упорствует в грехе. Но если он кается и просит прощения, то он не погибнет, так как от Катады и других приводится сообщение «Погибли упорствующие, погибли упорствующие, погибли упорствующие». Это те, кто упорствует в своих грехах. Аллах описал богобоязненных тем, что они не упорствуют в грехах, которые совершили. Наш праотец Адам, алейхи вассалям, когда поел с запретного дерева, каялся и сожалел. А Иблис, когда ослушался, наоборот, отказался покаяться и упорствовал в своем грехе. Так будь похож на своего отца Адама и не уподобляйся своему врагу Иблису. Я прошу Аллаха повести нас и тебя по его прямому пути и сделать нас из числа кающихся и правдивых. Он упоминает причину, говорит «Я боюсь, что мой недостаток и грех будет раскрыт». Это также он называет среди причин того отчаяния, в которое он погрузился. То есть он говорит, что кто-то может узнать, что он совершает грех, или что Аллах, субханаху, обличит его, раскроет его грех. Нет, нет. Всевышний Аллах стеснительный и сокрывающий. Он скрывает недостатки своего раба, благословен он и велик. В священном хадисе приводится, что Аллах скажет в судный день, «Я скрыл твой грех в мирской жизни и прощаю тебе его сегодня». Аллах стеснительный и сокрывающий. Пока ты скрываешь свой грех и не совершаешь его открыто, пока ты не пытаешься обмануть Аллаха, Аллах скрывает этот грех и прощает его, субханаху, ата. Поэтому тебе необходимо, во-первых, покаяться перед Аллахом, и, во-вторых, прекратить этот грех, и твердо решиться больше не возвращаться к нему. Но если все же ты снова совершил его, и шайтан одолел тебя, то снова покаяся перед Аллахом, и тогда ты будешь не побежденным, а победителем. Потому что если ты упорствуешь, то шайтан побеждает тебя. Это воздаст вам Аллах наилучшим и благословит вас.